Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Требование о возвращении католика Сатосиса будет подано в Турецкий суд к октябрю. Древнейшая цивилизация и современная генетика – Урарты. В Сирии приступили к реализации госпрограммы по восстановлению провинции Алеппо. Эрдоган. Угрозы США не заставят Турцию отказаться от правового суверенитета. Политика, проводимая в течение тысячелетий в отношении женщин, продолжается в Шенгале. Более 74 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту. Реника Витесян выдвинула свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен предоставить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно предоставить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. В монастыре Святой Богоматери во главе с католикосом Арамом I состоялась рабочая встреча с юридическим комитетом по возвращению католикосата. Документ почти достиг своей окончательной готовности и будет предоставлен турецкому суду максимуму в октябре после нескольких утверждений и дополнений. Напомним, что тот же документ был представлен в Конституционный суд Турции три года назад и был отклонен им в соответствии с требованиями Министерства юстиции. Затем один и тот же документ примерно через год был представлен в Европейский суд по правам человека, но он также отказался принять судебный процесс и порекомендовал обратиться в Турецкий суд. Случаи с комиссией конкретные подходы, отвергающие судебное разбирательство, в основном являются политическими. Во всяком случае католикосат Великого дома Килики решил продолжить этот судебный процесс до тех пор, пока не будет правосудия и возвращение католикосата Сиса своему законному владельцу – армянскому народу. Прошла лекция заведующего лабораторией этнической генетики Национальной академии наук Армении профессора Ливона Епископусяна. Профессор Епископусян затронул генетику и демографию населения Армянского Нагоря, начиная с эпохи исторического палеолита, достигнув исторической Армении сурардской эпохи. Профессор говорил о высоком горном хребте Армении, палеолите, о демографической преемственности наших дней. Он затронул проблему армян, проживающих в этом регионе, и являются ли они действительно коренным народом, а армяне – наследниками урартов. Епископусян также взял на себя задачу составить историческую генетическую карту Армении, подчеркнув ее важность для дальнейших армянских исследований. Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо. Как передает Армен Пресс, со ссылкой на ТАСС об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хамид Кюньну. Государственная программа восстановления включает три этапа. Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап – это адресная помощь. Мы выясняем потребности каждой семьи. Третье – вернуть жителей в свои дома. Нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно, пояснил Кюньну. В настоящее время в провинцию вернулись уже более 1 миллиона человек. В том числе сюда приехали вынужденные переселенцы из других провинций страны, а также вернулись те, кто нашел временное убежище и за рубежом – в Ливане, Иордании и Турции. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган посоветовал Вашингтону не угрожать Анкаре. Таким образом, президент Турции ответил на сообщение о подготовке в США с санкцией против турецкого руководства в случае отказа от освобождения из турецкой тюрьмы американского пастора Эндрю Бронсона. Язык угроз не принесет пользы никому. Ранее Анкара и Вашингтон развивали успешное партнерство в рамках НАТО, а турецкие и американские военные сражались вместе еще в Корейской войне, сказал Эрдоган. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара не поступит со правом суверенного правосудия и не изменит свои позиции по данному вопросу. Старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Денфорд считает, что США стоит готовиться к тому, что власти Турции закроют для американских военных баз Инжирлик, а также в целом пересмотрят свою политику в регионе с учетом напряженности в двухсторонних отношениях. В 2014 году, 3 августа, в Шингале произошло нападение ДАИШ на активистов свободного женского движения. Оценила это как шаг против борьбы женщин. Политика, проводимая в течение тысячелетий в отношении женщин, продолжается и в Шингале, сообщило информационное агентство Месопотамия. Активистка свободного движения женщин Айше затронула вопрос массового убийства езидов. По ее словам, нападение ДАИШ стало позором для всех государств. И после этого войска Пешмерга начали отступать. Нападение на Шингал стало неким посылом для событий 21 века. Политика, проводимая против женщин в течение пяти тысяч лет, была проведена ДАИШ в Шингале. Они продавали женщин на рынках, подвергали их пыткам и мучениям, похищали их детей. Это непростое обращение, это шаг против женской борьбы, отметила Айше Геокан. Под данным Министерства обороны Российской Федерации из Российского центра примирения сторон в Сирии сообщили, что более 74 тысяч человек вернулись в свой дом в Восточной Гуте. В Сирийской Арабской Республике были созданы условия для возвращения беженцев. В Восточную Гуту вернулось 74 тысячи 28 жителей, было сказано в сообщении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова